Рада изменила требования к назначению судьи КОС в законе о полномочиях старост. Верховная Рада изменила требования к судям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте номер 4535 о новых полномочиях поселковых старост. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады. Нардепы внесли изменения в статью 11 закона о Конституционном суде Украины. Теперь эта статья закона выглядит следующим образом. Судья КОС должен соответствовать критерию политической нейтральности. Он не может принадлежать к политическим партиям или профессиональным союзам, публично проявлять привязанность к ним, участвовать в любой политической деятельности. Судьей КОС не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения имеет гражданство другого государства. Кроме того, судья Конституционного суда не может совмещать свою должность с любой должностью в органе государственной власти или органе местного самоуправления, органе профессионального юридического самоуправления, со статусом народного депутата, депутата Верховного Совета Крыма, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета. Также свою деятельность судья не может совмещать с другим представительным мандатом, с адвокатской деятельностью, с предпринимательской деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять любую другую оплачиваемую работу или получать иное вознаграждение. Исключением является осуществление преподавательской, научной или творческой деятельности и получение вознаграждения за нее. Судья КОС также не может входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, который имеет целью получения прибыли. Подчеркнем, из закона убрали норму, согласно которой судьей КОС не может быть назначено лицо, которое на день назначения является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности, является избранным на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат, участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности. Таким образом, действующий народный депутат может стать судьей КОС без предварительного сложения мандата. Отметим, данной нормы не было в редакции закона к первому чтению. Правку ставили на подтверждение, и она получила поддержку в сессионном зале. Напомним, ранее сегодня ВР приняла за основу доработанный законопроект номер 4533 о реформе Конституционного суда Украины. В документе сохранен существующий порядок принятия решений КОС. Как писала РБК Украина, ранее президент Владимир Зеленский своим указом, фактически лишил полномочий главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Подробнее о конституционном кризисе и увольнении главы КОС читайте в материале РБК Украина мятежная фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КОС.